Телеведущий Максим Гуревич утверждает, что не присваивал 5 миллионов и готов подробно расписать, на что ушли деньги. Об этом рассказали адвокат и брат арестованного шоумена. Они объяснили, что задание заказчика Краевого Министерства Спорта было очень размытым. Просто провести праздник для 2200 детей. Однако изначально идею пришлось скорректировать из-за пандемии коронавируса. Например, отказаться от ледового шоу. В итоге на концерт собрали узкий круг школьников, остальным организовали трансляцию и отправили сладкий приз. Но помимо конфет были и другие расходы. Работа с артистами, дизайнерами, фасовщиками. Все это Максим Гуревич рассказывал следователям еще летом. Тогда же он обратился к заказчику, то есть в министерство. Но там сказали, что претензий к мероприятию нет. Теперь же Максим Гуревич готов вернуть деньги, хищения которых ему инкриминируют, для того, чтобы остаться на свободе. Максим сказал, что я готов дать все показания, я готов рассказать, как этот контракт заключался. Я готов сказать, куда эти деньги все делись. Но если вы считаете, уважаемые правоохранительные органы, что я похитил 5 миллионов, хорошо, я с этим соглашусь и готов это все возместить. Акцентирую внимание, это признание под давлением обстоятельств. Нам не дают возможности в нормальной, спокойной обстановке четко проговорить, либо отстаивать свою невиновность, либо доказывать правильность расчету. И частичное признание вины, о котором рассказали вследкоме, защита считает, было сделано под давлением. Завтра состоится допрос, на котором Максим Гуревич снова ответит на все вопросы и будет готов отчитаться за каждую копейку. Однако адвокат говорит, сейчас все складывается так, что уголовного наказания избежать не удастся. Вопрос только, насколько суровым оно будет. Между тем, организацию крупных городских проектов, которые Максим Гуревич начал готовить, в том числе кубок Ивана Ирыгина, взяли в свои руки его друзья. А я напомню, что в сети есть петиция в поддержку нашего коллеги с просьбой изменить меру пресечения на несвязанную с содержанием под стражей. Вы можете ее подписать на сайте Change.org. В чем смысл заключения его под стражу? Он не пытался убежать, он не уходил от следствия, он никому не угрожал, он не прятался. В чем задача? Унизить, сломать человека, выбить из него показания? Я не понимаю и этого объяснить не могу.